Вы смотрите новости на пятом канале. В студии Рушан Бараев. Здравствуйте! Сегодня среда, 21 сентября. Коротко о главном. Что волнует население? Жители микрорайона Таугуль пожаловались на целый ряд проблем в своем районе. Взял деньги и исчез. Жители Караганды подозревают в мошенничестве. Его жертвами стали 4 человека. Грация в чистом виде. В спорткомплексе Жастар стартовал кубок и чемпионат Казахстана среди юниоров по художественной гимнастике. Строительство многоэтажек в частном секторе, нехватка мощностей, увеличение коэффициента зонирования. Жители микрорайона Таугуль пожаловались на целый ряд проблем в своем районе. Что волнует население в сюжете Ирины Вобещевич. В районе Таугуль подключено уже более свыше 60% к центральному отоплению. Когда подавали заявки в 2015-2014 годах, у нас приходили с теплотранзита. Не хватает мощностей для данного микрорайона. Тогда как, я еще раз повторюсь, подключены. Подключены крупные чиновники, подключены частные бизнесмены к центральному отоплению. Жители микрорайона Таугуль обобщили и записали на видео наболевшие проблемы. В их районе, который предполагался как частный сектор, начали возводить многоэтажки. При этом мы знаем, что согласно закону ПДП должны меняться, учитывая интересы жителей района. С нами никто это не согласовал, это не выносилось на всеобщее обсуждение. Ну и следующий острый вопрос, который нас волнует, это канализация. Люди и без многоэтажек жаловались на нагрузку на сети, в частности на канализацию. О центральном отоплении сказали и вовсе забыть, так как не хватает мощностей. При этом люди наблюдают избирательность выдачи разрешений на подключение. Да и строящиеся многоэтажки также подключат к теплу. Есть такие случаи, еще люди не начали строить, а у них уже было проведено центральное отопление. Встает вопрос у жителей, на каком основании подключено центральное отопление. При этом, опять же, вокруг да около нас водят. Водят, рассказывает архитектор, что вот здесь будет строительство школ, садов, потому что мы это тоже подняли, рассказывает, ну, в общем, так скажем, небылицы. Но конкретного, разумительного ответа мы в свой адрес не слышим и не получаем. Также жители района жалуются на отсутствие у них школ и детсадов, а находящиеся поблизости детские заведения уже переполнены. Ко всему этому с этого года по третьей улице увеличили коэффициент зонирования, который определяет более престижный район с улучшенными условиями проживания. Он составил 2,5%, а следовательно, налог на имущество возрос. Так сочли в городском Маслехате и закрепили решением от 31 мая 2021 года. Но люди, напротив, говорят, район задумывался как престижный, а с каждым годом ценность падает. Что касается подключения к центральному теплу, то в компании «Теплотранзит» вот как прокомментировали. На момент выдачи технических условий части потребителей данного микрорайона имели соответствующие гидравлические параметры для обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей. На сегодняшний день в данном районе тепловые сети исчерпали свою пропускную способность. В отопительный сезон 2021-2022 годов уже имели место проблемы с теплоснабжением, особенно на многоэтажном жилье. Меж всем в Экимате района сегодня пояснили. По плану район подлежит газификации. Микрорайон этого года относится к 6-й очереди. В 2023 году при выделении денежных средств планируется приступить к строительным этажным работам. В проектной планировке было внесено изменения в 2021 году. Там были внесены изменения в части этажности. Были добавлены многоквартирные жилые дома до 5 этажей. То есть это все законно? Это все законно. Касательно коммуникации, то есть многоквартирные жилые дома подключаются к отдельным коммуникациям, те, которые уже есть, у них свои коммуникации. Начаты работы по проектированию строительства детского дошкольного учреждения на 120 мест. Также в следующем году планируется разработка документации на строительство школы на 600-900 мест. Не дадим врезаться в наши сети. Жители двухэтажек на улице Газалиева несколько лет добиваются запрета строительства частного дома посреди их двора. Тем не менее, возведение дома уже подходит к завершению, и его требуется подключать к коммуникациям. Как это происходит в сюжете Ирины Вобещевич. Вот эти люди сейчас ломают асфальт, собираются долбать, не показав никакого разрешения. А что так вообще не разговаривать с нами? Ни с кем не... Здравствуйте, можно наряд понятен? Противостояние жителей двухэтажек на Газалиева и новоявленных собственников части дворовой территории идет уже несколько лет. Некогда газовая площадка была демонтирована, а потом выяснилось, территория под ней передана под строительством. Один из жителей начал строить якобы гараж. Общий, да? Ну да, общий получается, видимо для всех жителей. Всем пообещал здесь все оформить, сделать детскую площадку, привести все в порядок. В итоге потом поменялось целевое назначение, это стал жилой дом. Давался несколько раз запрет на строительство. Каждый новый хозяин платил штраф и перепродавал его. Собственники менялись один за другим вместе с целевым назначением. И вот последний владелец ведет к завершению возведения, и ему нет никаких запретов. Как пояснили в Акимате, земельный участок принадлежит физическому лицу на праве временного возмездного землепользования с целевым назначением эксплуатация гаража и реконструкция его под двухэтажный жилой дом. Дом с подвалом уже ввели в эксплуатацию в 2017 году. Люди остерегаются, что не сегодня-завтра здесь опять сменят назначение и не удивятся, что появится объект бизнеса. Жители пишут во все инстанции от Акимата до прокуратуры. Но остановить деятельность не в силах. На днях на детской площадке появился колодец. Какая-никакая, но дети играли. Теперь все здесь, вот прямо напротив этой сетки стоит колодец, все перекопано. Что хотите, то и делайте. Был ремонт мусорки, была отсыпана полностью дорога щебенкой, чтобы люди могли спокойно прийти в грязную погоду, выбросить мусор. Сейчас мы этого сделать не можем, потому что, смотрите, все перекопано, все будет в грязи. Топить дом, говорят жители, будут печкой. А тут и без того район загазованный и дышать нечем. В этом канализационной сети ветхие, по словам жителей, могут не выдержать еще дополнительной нагрузки. И именно работы по присоединению к ним остановили жители. По информации водного монополиста, в августе выданы технические условия на подключение дома по улице Газалиева, 3,1 к водопроводу и канализации. В последних говорится, что пропускная способность канализационных труб и состояние позволяют. Так что дело за малым. Вот так, избавив некогда двор от недействующего газгольдера, люди получили целую проблему. Они уверены, что это строение, преподнесет им еще не один сюрприз. Во дворах разве можно строить еще дополнительные какие-то здания? Насколько знаю, запрещено. Куда нам обращаться? Почему на нас никто не смотрит? Никто не слышит? Где управляющий городом? Где отдел строительства архитектуры? Почему за этим никто не следит? Автобус, попавший в аварию под Балхашом, перевозил врачей из медицинского центра Жасхазгана, корпорации «Казахмыс». Медики проводили профилактический осмотр рабочих на руднике и возвращались в Балхаш в поликлинику. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаил выразил соболезнования семьям погибших. Вчера вечером в Карагандинской области произошел трагический случай. Возле поселка Сарышаган в дорожно-транспортном происшествии погибли два врача. Пострадали восемь медицинских работников. Они возвращались после проведения медицинского осмотра работников компании «Казахмыс». Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Напомним, 19 сентября в 19.30 на автодороге Алматы-Екатеринбург в 100 километрах от Балхаша по предварительной версии у грузового МАЗа лопнуло левое переднее колесо и машину повело на встречную полосу, где ехал ПАЗ. В результате оба водителя и пассажир автобуса от полученных травм скончались на месте. И еще один пассажир автобуса скончался в карете скорой помощи. Сейчас медики борются за жизнь остальных пострадавших. Поезд номер 105 загорелся в пути в районе станции Шоккай Каргандинской области. Поезд направлением Алматы-Петропавловск совершил экстренную остановку. Пассажиров пересадили на другой поезд. 21 сентября в 4.27 утра поезд номер 105 направлением Алматы-Петропавловск совершил экстренную остановку из-за неисправности технического вагона. Об этом сообщается на официальном сайте «Казахстан-Темержалы». Пассажиры другого поезда засняли на видео горящий вагон. Известно, что поезд был заполнен наполовину. 184 пассажира экстренно высадили на станции Шоккай Каргандинской области. Никто не пострадал. Для проведения расследования случившегося создана комиссия. Взял деньги и исчез. Жители Караганды подозревают в мошенничестве при якобы оказании помощи в покупке квартир. Жертвами афериста стали 4 человека. В Караганде задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. 32-летний мужчина представлялся сотрудником Акимата и за деньги предлагал решить вопрос с приобретением квартир. Первый инцидент произошел в середине июня. Карагандинка случайно вышла на мужчину, который предложил за 1,6 миллиона тенге упростить процесс получения жилья. Получив деньги, подозреваемый перестал выходить на связь. Спустя месяц поступило аналогичное заявление от 52-летней жительницы города. Ее обманули на 350 тысяч тенге. Задержать афериста удалось 11 сентября. По всем фактам в полиции возбудили уголовные дела по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть мошенничество. Просим граждан быть внимательными и не попадаться на уловки мошенников. Уже после задержания выяснилось, что Карагандинец причастен еще к двум случаям мошенничества. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания. Эмиль Фукс, Наталья Заяц, 5 канал. Как заработать, если твои возможности ограничены, с чего начать и как не отчаяться и не замкнуться? Сегодня в программе «По скриптум» своим опытом делится житель поселка Актау, который в 19 лет остался без ноги, но смог открыть свое дело. Интервью с Виталием Савреем смотрите сразу после выпуска новостей. Спонсор выпуска новостей – Карагандинский ферросплавный завод YDD. YDD – новый уровень казахстанской промышленности. Индустриализация 4.0. Высокотехнологичный завод по производству ферросилиция. Масштабный экспорт. 100% экспортно-ориентированная продукция, соответствующая высоким мировым требованиям в области качества. Мировой потенциал. Карагандинский завод ферросплавов YDD занимает достойное место в мировом лидерстве по производству ферросилиция. Сделано в Казахстане. Доля казахстанского содержания при производстве готовой продукции составит более 94%. На предприятии создано более 600 рабочих мест. Экология. Завод обеспечивает экологическую чистоту максимального уровня. Уровень газоочистки завода составляет 99,8%. Карагандинский завод ферросплавов YDD События в жизни верующих. Мощи преподобного Сергия Игумена Радонежского прибыли в Караганду. В Свято-Виденском кафедральном соборе православная святыня останется до 23 сентября. Репортаж с места событий нашего корреспондента. Почитание мощей святых подвижников берет свое начало в ранней традиции. Первые христиане с риском для жизни укрывали тела мучеников за веру и с благоговением их хоронили. Позже эти останки, многие из которых оставались нетленными, полагали в основании церквей. Сохранилась эта традиция в более поздние времена. По смирению своему непосредственно мы можем обращаться и к Богу, разумеется. Он нас услышит прекрасно. Но знаю, что есть рядом с ним те люди, которые такие же были, как и мы, переходили через такие же трудности, через которые проходим и мы в нашей повседневной жизни. Где-то, в отличие от самого Христа, который был здесь на земле человеком, падали, знают наши немощи, могут посочувствовать нам, что называется, всем, что уже по-человечески, как подобострастные нам люди. Вот мы обращаемся к ним, просим их о помощи. В 2022 году православная церковь празднует значимую юбилейную дату. Шесть веков назад были обретены мощи преподобного Сергия, игумена Радонежского и перенесены в Троицкий собор, созданные им обители. А в юбилейный год возможность приложиться к святыне получили православные христиане далеко за пределами лавры. Обращаются за помощью к преподобному в самых различных случаях. Мы пришли помолиться преподобному Сергию о мире на земле. Всем желаем здравия, мирного неба, Божьего благословения. Пришли попросить о здоровье, процветании в земле нашей. Всего хорошего. Прибытие святыни в Карагандуса впало с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Поэтому, несмотря на будний день, в храм стекаются молящиеся всех возрастов и сословий. А очередь желающих прикоснуться к святыне не иссякает. У нас сегодня двойной праздник. У нас сегодня большой праздник Рождества Богородицы. И к этому празднику еще и такой подарок в нашем городе – это пребывание мощей великого святого нашей русской земли, наших всех православных христиан Сергия Радонежского. Вот я и пришла поклониться мощам великого угодника Божия и со всеми нашими прихожанами разделить этот радостный день и чувство этого радостного дня. Святыня останется в центральном пределе Свято-Введенского собора до 23 сентября и продолжит путешествие по православным приходам Казахстана в рамках празднования 600-летия обретения мощей игумена земли русской. Наталья Уголькова, Миржан Жумамуратов, Николай Шевелев, Пятый канал. Грация в чистом виде. В спорткомплексе «Жастар» стартовал Кубок и Чемпионат Казахстана среди юниоров по художественной гимнастике. Подробности в следующем репортаже. С 20 по 23 сентября в спорткомплексе «Жастар» проходит Кубок и Чемпионат Казахстана среди юниоров по многоборью и художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 230 спортсменов из 13 областей, а также с Астаны, Алматы и Шамкента. На торжественном открытии чемпионата со словами «Напутствие» выступил вице-президент Федерации гимнастики по Карагандинской области Владимир Неберт. От лица федерации я поздравляю с этим праздником. Праздником красоты, праздником мощи, я могу сказать даже, потому что гибкости и силы – все нужно в этом виде спорта. И сейчас в Казахстане вы, молодая поросль, должна обязательно занять место старших и завоевывать медали самого высокого качества. Поздравляю! После торжественного открытия начались одиночные выступления гимнасток. Юные спортсменки состязались по четырем видам. Это обороч, мяч, булавы и лента. В данных категориях будет разыгрываться чемпионство Республики Казахстан. По многоборью также пройдет финал по четырем видам. На данном этапе выступили спортсменки 2011-2013 годов рождения. Команда Карагандинской области представляет 9 участниц соревнований. Девочки подготовлены на высшем уровне. Карагандинская школа гимнастики всегда на высоком уровне подготовки. Девочки у нас в будущем и в прошлом всегда занимали почетные места и в индивидуальной программе этому показатель. И Алина Аделханова наша, которая стала участницей Олимпийских игр в Токио. Поэтому мы стремимся взращивать хорошее поколение, достойное поколение. 11-летняя Ангелина Легенькова представляет Карагандинскую область. На сегодняшний день самым большим достижением юной спортсменки является первое место на Кубке Федерации. А также она является неоднократным призером множеств соревнований. К данным состязаниям Ангелина готовилась около месяца и выступит с программы, включающей обруч и мяч. Я занимаюсь художественной гимнастикой с 4 лет. Мне очень нравится это делать, потому что от этого я получаю удовольствие. И выступать тоже очень нравится. Я пытаюсь добиваться своих целей всегда, на каждых соревнованиях. Если что-то не получается, то на тренировках я пытаюсь сделать еще лучше. На протяжении трех дней гимнастки будут состязаться в индивидуальных и групповых упражнениях. По итогам соревнований будет определена лучшая гимнастка, которая после сможет представлять Казахстан уже на мировой арене. А мы, в свою очередь, желаем спортсменкам удачи и красивых побед. Это была последняя информация выпуска. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»